Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем книгу пророка Исаии, 61 глава, небольшая, и она говорит о призвании пророка. «Дух Господа Бога на мне», — так начинается она, — «на мне», — говорит пророк о себе, «Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Дальше второй стих продолжается, но я здесь немного остановлюсь и скажу, что это слова не только того древнего израильского пророка о себе, которого Господь послал благовествовать, это еще и слова Мессии. Их Господь цитирует, когда берет в руки книгу пророка Исаии в Назарецкой синагоге, об этом мы читаем в 4 главе Евангелия от Луки, берет эту книгу в руки, разворачивает ее, этот свиток Исаии, и начинает читать именно эти стихи, именно эти слова. Прочитывает их, и написано, что взгляд всех синагоги был устремлен на него, обращен. Взоры всех были устремлены на него. Так вот, здесь говорится о том времени мессианском, времени, когда благовествуется нищим, когда исцеляются сокрушенные сердцем, когда пленные отпускаются на свободу, для узников открываются темницы, когда приблизилось Царство Божие. Вот это самое Господь Иисус стал проповедовать с этого. Началась его земная проповедь, и произошло это в Назарецкой синагоге. То есть он применил эти слова к себе, как не только к пророку, но и как и к Бога, помазанному мессии, тот, на ком дух Господа Бога. И Иисус сказал о себе, «Дух Господа Бога на мне». Итак, эти слова очень важны для понимания, эти слова пророка важны для понимания мессии Иисуса и вообще евангельской вести. Но второй стих продолжается дальше, и говорится после слов проповедовать лето Господне благоприятное, то есть день спасения, и день мщения Бога нашего утешить всех сетующих. Господь отмщает за свой народ угнетенный и утешает всех тех, кто сетовал. Сетование прекратится, как об этом было сказано в предыдущей главе. Вместо этого будет радость и ликование. В чем еще дальше эта миссия? «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Где правда? То есть где сила? Она в правде. Не в силе Бог, а в правде. Вот если будет правда, если будет правосудие царить, если, как было сказано выше, надзирателем народа будет сама правда, было сказано в предыдущей 60-й главе, тогда вот все это и исполняется. И нет больше сетования, нет пепла, которым посыпали себя в знак траура, нет больше уныния, но вместо этого славная, блестящая праздничная одежда, украшения елей радости, елей, который стекает, как благословение Божье, на бороду, бороду Ааронова, стекает на аметы одежды его. Вот этот елей, елей, оливковое масло, дух Господень, вот все это так вместе взаимосвязано, что так поэтически связывается здесь, в этой поэзии пророка. «И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города, разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов». Здесь, конечно же, говорится в этих стихах и о реставрации, которая произошла после возвращения израильского народа из вавилонского рабства и в эскатологической уже перспективе о том окончательном восстановлении, которое произойдет у народа Божьего, когда вековые пустыни застроятся, из давних родов, пребывавшие в запустении города, вновь будут отстроены и заселены. Давних-давних родов они были в разрушении, и вот они восстановятся во всей славе, во всей красе. «И придут иноземцы и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями». Вот эта тема служения всех народов, народу Божьему и Господу Богу, она часто присутствует у пророков и в том числе у Исаии. И эта тема здесь присутствует тоже. «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Сбудется то обетование, которое Господь дал еще на Синае. Вы будете народом священников и царей». Вот есть все народы во вселенной, а израильский народ, народ Божий, он среди всех народов как священник, царствующий народ, священный народ. Ну и в эскатологической перспективе все те, кто присоединились к народу Божьему, составили с ним, с Израилем, единый Божий народ, искупленный, спасенный Господом, они будут, как говорит апостол, цитируя строки книги Исход, царственным священством. «Будут именовать вас служителями Бога. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. Все лучшее, что есть на земле, о чем говорилось в предыдущей главе, кедр, певга, кипарис, ладан, золото, драгоценности, серебро и так далее, все это будет свезено в столицу Вселенной, в город Иерусалим, в вечный этот город святой, и великое изобилие будет в этом славном городе. И все народы охотно и добровольно принесут это все в святой город Иерусалим, и обитатели этого города Иерусалима, параллель с небесным Иерусалимом, конечно же, напрашивается в апокалипсисе упоминаемом, будут пользоваться достоянием народов и славиться славой их. За посравление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат веселье вечное будет у них. Опять же здесь и о возвращении из плена в VI веке до Рождества Христова израильского народа, и в эсхатологической перспективе о том полном и окончательном восстановлении, которое еще только ожидает своего осуществления. Ибо я, Господь, люблю правосудие в этом вечном Иерусалиме, в отстроенном за Новограде, Божьем, не будет, конечно же, неправды, не будет неправосудия, будет только правосудие царить. И Господь говорит, я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине и завет вечный поставлю с ними. вечный завет, новый завет, о котором говорит Иеремия, здесь этот завет назван вечным, Господь его поставит уже навсегда. И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен, все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Вот эти все благословения, этот завет, Бога с Израилем, в этот завет приглашаются и включаются все те, кто отбросили свои заблуждения и стали служить Господу. И когда-то единственный народ, исповедовавший единственного истинного Бога, единого, это был израильский народ. Сегодня уже многие народы и многие люди отвергли ложный путь, путь илослужения, путь многобожия и приняли Господа Бога Израилева и через Мессию Его, Господа нашего Иисуса Христа, истина была проповедана всем народам. И вот те благословения, которые изначально предназначались Израилю, о которых здесь мы читаем, они в эскатологические времена, в мессианскую эру, эти благословения будут распространяться и эти обетования на все народы через Христа, пришедшие к Богу. Вот так. И будет благословение Господа на всех. Радостью «Буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя, о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждую правды одел меня, как на жениха возложил венец и как на невесту и как невесту украсил убранством». Эти слова здесь произносит пророк и от своего имени, и, конечно же, от имени всего народа Божьего. Ну, а каждый священник православный помнит, что эти слова мы произносим, когда облачаемся в ризу для совершения божественной евхаристии, литургии. Мы облачаемся для совершения евхаристического богослужения, произнося именно эти слова Исаии. «Возрадуется душа моя, Господи» и так далее. Вот этот 10 стих 61 главы. «Ибо как земля производит растения свои и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Вот в этом восстановлении, в этой окончательной, полной, славной реставрации проявится правда Божия, то есть его справедливость, правосудие, цдока, и явится слава Тегила, здесь термин Тегила, перед всеми народами. Кстати, книга Тегилим, псалмы, это славы, это хвалы, Тегила это хвала, можно перевести так, хвала пред всеми народами, но по контексту переводчики синодальные решили здесь перевести Тегила как слава. Ну, а правда здесь это, за словом правды, здесь в еврейском тексте стоит цдока. Настойчиво постоянно повторяется и здесь, и в других главах третьего раздела Исаии, и вообще у Исаии настойчиво говорится, что без правосудия нет мира, без правосудия нет славы, без правосудия нет Божьего благословения, и без справедливости между людьми, если нет справедливости, то нет и спасения, нет и искупления. Только там, где правда, где справедливость, там все Божьи благословения, и там вечная жизнь с Богом в мире и со всеми людьми. Так заканчивается 61-я глава книги Исаии, но вот эти три главы 60-я, 61-я, 62-я, они составляют собой единое целое, и в следующей главе, в 62-й, будет продолжаться та же самая тема, тема утешения, тема благословения Божьего народа. Запись сделана для библейского портала Икзегет, и больше не для кого. Продолжение следует...